Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую у себя в рубрике уроки рисования. И вы знаете, сегодня я хочу повторить эксперимент, который мне не совсем удался. Сравнить клей ПВА с обычным растворителем, профессиональным растворителем для красок. И просто, во-первых, в прошлый раз полотно было ненатянутое хорошо, и поэтому оно как бы все сбилось в центр. Во-вторых, у меня получились слишком жидкие краски, потому что ту пропорцию ПВА и воды, которую я использовала, она, конечно, не подошла. Ну, не совсем подошла в эксперименте. И вот сейчас я сделала более густой. Мне кажется, еще нужно добавить. Что я использую? Вот такой ПВА-клей называется Такиглу. Считается он немножко как бы лучше ПВА, не знаю. Я его не часто использую, потому что он не дешевый. Намного дешевле брать ПВА. Но поскольку он был на распродаже, я его решила взять. И я вот добавила воды, где-то приблизительно 60-70% клея и остальной вода. Что, какой минус, скажем, работы с ПВА и водой, что появляются такие пузырьки. И пузырьки плохи те, что они будут давать пузырьки на красках. Чтобы их забрать, можно добавлять алкоголь. Но поскольку я хочу сегодня попробовать работать с... Ну, получить клеточки и буду использовать вот этот кухонный такой нагреватель, торч, то я не буду, не могу использовать алкоголь. В другом случае я бы, конечно же, добавила бы, пшикнула бы немножечко алкоголя. И алкоголь убирает эти пузырьки. Хотя, если смешивать очень осторожно, именно вот так по краю, пузырьки уменьшаются. Ну, сейчас вроде бы консистенция нормальная. И вторая у меня, это обычный растворитель. Декуарт, значит, растворитель. И мы сегодня... Сегодня я беру две краски. Белую и черную я взяла для контраста. Тоже Декуарт. Почему я взяла их? Потому что они хорошо сочетаются с этим растворителем. Хорошие краски, жидкие. И плюс контраст позволит нам понять, вот увидеть, как реагируют между собой краски, которые растворены вот в этих растворителях. Итак, значит, здесь у меня черная краска, белая, черная-белая. Я начинаю растворять, добавлять в краску. А какая пропорция нужна краске и, скажем, растворителя? Приблизительно один к одному. Зависит тоже от краски. Но посмотрим. Когда вы размешиваете краски, старайтесь сильно не колотить, потому что образуются пузырьки. А если использовать ПВА, то тем более. Поэтому как-то старайтесь более аккуратнее работать. И видите, пузырьки практически все уходят. И потом именно мы используем нагреватель, фен или торч, для того, чтобы убрать лишние пузырьки. Различные формулы вычисления, сколько нужно жидких вот этих красок на, например, полотно, они, с моей точки зрения, это моя точка зрения, не совсем эффективны, потому что есть разная густота красок. И разные профессионалы используют разную густоту красок. Вот сейчас я налила растворитель для красок. Теперь в каждый стаканчик я добавлю по 2 капли силикона. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот это у нас на ПВА такое получилось. Ну, в какой-то степени неплохо, хотя акрилик хорошо растворяется в воде. И, собственно говоря, вода, вот контраст, они смешиваются. Вот видно, где смешалась серый цвет, это как раз смешалась белая краска с черной. И дала вот такие серые оттенки, это потому что ПВА часто дает именно такой плавный переход оттенков, в отличие от других видов растворителей. Субтитры создавал DimaTorzok